Вот что это на экране, спросите вы за моей спиной. Власть красоты. Императорская мода – это тема десятого по счёту ежегодного театрализованного дефиле Ассоциации, организованного музеем-заповедником «Царское село» совместно с ведущими петербургскими дизайнерами Татьяной Парфёновой, Лилией Киселенко, Стасом Лопаткиным, Леонидом Алексеевым и Янисом Чамалиди. В этом году проект посвящен столетию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций музеев-заповедников Гатчина, Павловск, Петергов, Царское село. Олеся Пушкина отправилась на показы, прямо сейчас смотрите сюжет, а сразу после у нас в гостях один из участников ассоциаций – Янис Чамалиди. Диктатура моды Елизаветы Петровны, а францужиной – сарафан Екатерины II Мария Фёдоровна, супруга Александра III, и сказки Ганса Христиана Андерсона, дочери Николая II и конец монархии. В этом году проект ассоциации посвящен российским императорам и их первым леди. Проекту ассоциации 10 лет. Каждый год, начиная с 2009-го, Екатерининский парк в Царском селе заполняют девушки и юноши в развивающихся кружевом, шелком, хлопком, платьях и костюмах. Подиумом и декорацией для дефиле становятся разные части парка. Центральная аллея, разбитая в 1720-х годах, катальная горка и павильон «Грот», спроектированный Бартоломео Франческо Растрелли, пародная лестница Екатерининского дворца и даже зеркальные пруды. В прошлом году модели буквально ходили по воде, по установленному в пруду зеркальному подиуму. Меняются не только площадки, но и темы показов. Каждый год организаторы придумывают одну объединяющую линию. Каждый из модельеров, из пяти модельеров выбрал себе любимую императрицу и некие ассоциативные такие вот коллекции они все изготовили. Ну вот Татьяна Парфенова неожиданно для всех выбрала сразу трех. И она сейчас и Елизавета, и Екатерина Великая у Татьяны Парфеновой, и Николай Второй, и его семья. Я очень люблю Екатерину Вторую. Мне нравится Елизавета. Ну вот, это вообще депутатура моды. И, конечно, я не могла обойти вниманием время Николая Второго. У Екатерины Второй не будет историй, связанных с внедрением русского стиля. Основной, конечно, упор будут фавориты. Прекрасные, красочные мужчины, окружающие ее. Когда пересмотрел еще раз всех русских императриц, я понял, что ближе всех мне как раз-таки императрица, про которую не так много известно. Как оказалось, императрица с очень интересной судьбой и с очень интересной жизнью, то есть достаточно сложной. И в то же время, как выяснилось для меня, очень сильно верящей в сказки, что дало ей как раз-таки стимул и прожить долгую жизнь. Фавориты Татьяны Парфеновой из коллекции Екатерина Вторая в белых костюмах с пышными шейными платками и кедами конверс. И сама императрица, играющая на электрической гитаре, как отражение смелости и дерзости главной российской просветительницы. Леонид Парфенов и его Александр Первый. Строгие силуэты с красными крестами на груди. Известно, что история Всемирной организации помощи в России начинается во времена правления именно Александра Первого. А также в гетрах компании Умбра, главного поставщика спортивной одежды для сборной Англии по футболу. Как раз кстати, год проведения Мундиали. Кроме того, император вошел в историю как искусный дипломат, лавирующий между Великобританией и Францией. Стас Лопаткин и коллекция, посвященная Марии Федоровне, супруге Александра Третьего, императрице, открывшей России сказки Ганса Христиана Андерсона. Пока Сла Паткина стал театрализованным дефиле персонажей из произведений датского писателя. «Коловянный солдатик» — одна из самых главных сказок Андерсона, на мой взгляд. Потому что это история, во-первых, это история любви. И я думаю, что каждый человек хочет пережить, хотя бы раз пережить такую любовь в этой жизни. И потом, как бы, это история женщины, которая ищет крепкое плечо, да, вот именно того самого своего солдата. Плюс, почему оловянный солдатик, например, оказался без ноги. Это же тоже удивительная история, потому что их всех отлили из одной ложки, и вот на него просто не хватило, да. То есть вот все просто, как, на самом деле, абсолютно, то есть история не императорская, да. История достаточно бытовая, то есть история игрушек. Мода вообще лукавая, и она, конечно, все вокруг подчиняет себе, все использует для себя. «Война и мир», барокко, игра в античность, англомания, посольские дары, странные стили. За 10 лет своего существования ассоциации фантазировали на разные темы. 29 июня в Зубовском флигеле Екатерининского дворца откроется выставка «Сон в летнюю ночь по следам ассоциаций», где зрители смогут увидеть лучшие произведения дизайнеров за всю историю проекта. И снова название выставки кокетничает и монит ассоциациями из одноименной комедии Шекспира. «Будь красота, прилипчивый недуг, я бы заразилась у тебя, мой друг». «Будь красота, прилипчивый недуг, я бы заразилась у тебя, мой друг».